Тема утечки Москвы. Каждый год уезжает 100 тысяч человек из России. За последние, наверное, года три это около трех миллионов. В чем причина? Всем привет! Добро пожаловать на канал Фротблог Кремниевый долин. Хочу вас познакомить с Максимом Мельниковым. Он станет нашим проводником в образовании, информационную безопасность и дизайн. А также мы поговорим на очень важную тему. Тему утечки мозгов из России. Привет, Максим! Привет, Вика! Спасибо, что пригласила. Очень приятно видеть тебя, цветущую, в этом цветущем Стэнфордском саду. Да, спасибо. Расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься, о своем пути. Ну, ты знаешь, в образование я пришел сразу. И я закончил Московский городской педагогический университет в Москве по специальности история. И долгое время работал по своей специальности учителем истории в различных школах Москвы и даже области. Соответственно, так получилось, что со временем я немного изменил свою сферу деятельности. То есть она тоже связана с образованием, но и с IT. А привело меня в это, как ни странно, компания Кирилла Мефодий. Причем это очень интересная история. Я тогда поступал в аспирантуру. И позвонили мои знакомые друзья. И говорят, ну ты же историк, у нас как раз, нам как раз требуется специалист, который может написать учебник по истории. Я, конечно, не единственный был претендент, были еще кандидаты. И в этих учебниках я выступал как автор единственный, так и соавтор. И так получилось, что я для себя открыл новую сферу, когда информационные технологии применялись активно в образовании. Это был мой первый опыт, и это было очень давно. Это 2003-2004-2005 год. Тогда существовала эта компания, все ее помнят. Уроки по истории от Кирилла Мефодия, энциклопедии от Кирилла Мефодия. Это холдинг. Кирилл Мефодий – часть Airstyle Group. Сегодня, к сожалению, этой компании уже фактически не существует. Но тогда Airstyle был серьезной достаточно компанией, и Кирилл Мефодий входил в этот холдинг. Выпускались образовательные проекты для школ, которые являлись и входили в федеральный перечень. То есть являлись обязательными для обучения учеников. Там много было очень таких интересных моментов, связанных с интеграцией в образовательные учреждения. Сегодня во многих школах уже эта айтишная система, она существует. То есть она интегрирована, но основу положила именно компания Кирилл Мефодий. И я там был автором, писал учебники по истории. Мы создавали контент, наполняли, прописывали сценарии уроков, флеш-медиа. И достаточно было интересно заниматься такой вот необычной для того времени сферой деятельности. Ну и затем я стал работать в этой компании как технический редактор. И уже уроки по истории превратились в тестирование по ЕГЭ, по истории, по информатике. Ну это вот именно в тех проектах, в которых я был задействован. Было и много других. Ну а после я для себя решил, что образование в Айти и далее уже в сфере информационной безопасности для меня является основополагающим. Мне это интересно. И я так резко изменил свою сферу деятельности. Ушел из школы и пошел работать в совершенно другую сферу. В сферу IT, информационной безопасности. Но связанную с обучением, сертификацией, образованием. И снова как бы так сложилось интересно. Как раз компания, учебный центр информозащита, искала специалиста с педагогическим образованием, с опытом работы в школе. Стал работать обычным менеджером, где мы проводили обучение специалистов в области информационной безопасности. И я еще тогда очень мало знал об этой сфере. Но в процессе многому научился и познакомился со многими людьми из этой сферы. Это было тоже очень интересно. Методология, которая использовалась в информозащите, она достаточно такая основательная. И не скрою, конечно, я там много читал самих учебников по информационной безопасности. И это было такое самообразование, скажем. Ну и далее уже перешел к конкурентам. Это было связано с тем, что я хотел применить свой опыт, который получил в компании Кирилла Мефодий. Потому что как раз началась вот эта волна онлайн обучения, e-learning, дистанционного обучения. И она докатилась до сферы IT и информационной безопасности. И уже мне хотелось участвовать в этих проектах. К сожалению, информозащита не позволяла мне такой возможности войти в этот департамент и начать работать. И я предложил услуги своей конкурентам. Это было не столь хорошо для учебного центра. Но я хотел создать отдел, учебный отдел, который бы применял новые технологии в сфере образования. И вот уже Академия информационных систем нам не позволила стать начальником отдела, создать учебные курсы. И мы внедряли эти учебные курсы в достаточно серьезные организации. Это ИОГК-1 на тот момент, Банк Возрождения, Ренессанс Кредит, КАМАЗ. Ну то есть такие серьезные очень организации, в которых проводились обучения сотрудников. И мы повышали осведомленность в вопросах информационной безопасности тех людей, которые работали уже внутри компании. И надо сказать, что это не просто создание контента, это создание технической части. Это большая работа, как оказалось впоследствии. Но мы много сертифицировали людей, много получили людей повышения квалификации и дипломы. К сожалению, сейчас e-learning стал, скажем так, не настолько востребованным в связи с экономической ситуацией. В России, хотя это важная веха и важная составляющая на тот период времени. Ну а затем уже пришлось уйти в свой бизнес, потому что я понимал, что я вырос в этих рамках, которые были. И мне хотелось большего. И я понимал, что я могу. Я заметила очень много интересных тем для разговоров сегодня. Это и информационная безопасность, это и, в принципе, образование и многое другое. Но вот хотелось бы начать более с таких обширных тем. Ты сейчас находишься в Америке. И наверняка, как человек интересующийся, вот о тебе у меня сложилось такое впечатление, ты сравнивал систему образования в России и систему образования в Америке. Я, поскольку тоже получала образование там, да, здесь я часто общаюсь с людьми, которые получают образование здесь. И какое бытует мнение или хоть легенда, что в России техническое образование достаточно сильное. Это средняя школа, да. Бакалавриат, он находится где-то на одинаковом уровне и там, и здесь. Но PhD, уже какая-то академическая карьера, она значительно выше именно в Америке. Проводил ли ты вот какие-то исследования в этой области для себя? И почему так, как ты считаешь? Да, конечно. Я смотрел на систему образования и здесь, и в Америке, и анализировал. Я могу сказать, что в России хорошее образование, фундаментальное образование, оно прекрасное. То есть, если мы возьмем ту же Бауманку или любой другой университет, ну, значимый университет, то здесь вопрос в другом, вопрос в политической конъюнктуре и как бы в политических сферах, скажем так. Дело в том, что Америка и система образования здесь более открыта. Она не зашорена, то, о чем я говорю, как раз вот этой политической частью. Здесь нету традиций все засекречивать, нету традиций вкладывать в стол, как говорят. В России это присутствует, потому что любое открытие, которое производится в стенах университета, так или иначе, в России, так или иначе, проходит определенный анализ на то, можно ли это открывать широкой общественности или нет. И в этом плане наши университеты, они несколько зажаты, они действуют в определенных рамках. Это мешает, это мешает, потому что сегодня при том, когда мир открыт и огромное количество знаний находится в открытом доступе, вы получаете информацию и через систему YouTube, и даже блогеры вещают через YouTube со всех концов мира. И, конечно, у человека, у студента, молодого человека, сегодня есть огромное количество возможностей узнать и получить информацию и обучиться дополнительно, не прибегая к услугам профессора, профессуры. Поэтому в этом плане, чем старше специалист, тем он сталкивается с ограничениями. И поэтому, поскольку в Америке нет таких ограничений, естественно, PhD более востребовано уже, когда человек оформился как специалист, и он хочет дальше развиваться, получать информацию. В России университеты не позволяют ему это сделать в силу некоторых специфических особенностей самой системы образования. Я не очень понимаю, почему не произошли изменения в нашей сфере, потому что само фундаментальное знание, которое преподают в университетах, оно является уникальным для России. И наши специалисты, они востребованы всегда. Даже если наш специалист приезжает в Америку, очень быстро происходит эволюция диплома, и даже не спрашивают, что это за ВУЗ. То есть есть специальные таблицы, по которым очень быстро проводят эволюцию. И вот уже специалист российский превращается в специалиста американского. Сложно сказать, почему именно так, но мы имеем то, что имеем. Но как тебе кажется, все-таки в таких условиях может ли российская наука конкурировать с американской наукой? Я думаю, что да. И она и конкурирует, и во многих сферах это видно. Но дело в том, что американская политическая система и американские университеты, они платят за исследования, выделяют специальные гранты. И в отличие от российской. Российская, она, как правило, говорит, что надо сделать, ребята делают и ничего не получают. Это является тоже важным таким моментом для молодого специалиста, которому надо семью кормить и себя кормить. Естественно, это влияет. Это влияет очень серьезно на выбор и решение в пользу американской системы. Ты как учитель, который работал в школе, да, то есть ты все-таки обучал детей какое-то время. Потом ты ушел в образование в области IT. В Америке, я наблюдаю картину, здесь очень много усилий родительских и вообще очень много возможностей именно для изучения программирования для детей. Как вот эта ситуация обстоит в России? Есть ли какие-то школы и каким образом вообще детям входить в программирование, если они хотят? Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Да, действительно есть, несмотря на все сложности. Я не могу рассказывать обо всех школах, потому что их достаточно много, но я могу рассказать об основном движении, который сегодня существует. Это ЦТФ России по информационным технологиям информационной безопасности. И я и мои коллеги в свое время создали некоммерческую организацию специалистов по информационной безопасности, acisa.ru, и эта организация сотрудничает со Сколково. И сегодня ребята, я уже не принимаю участие в развитии этого направления, но ребята много сделали, учредители много сделали для развития обучения информационным технологиям, информационной безопасности. И ЦТФ России, оно расширяется, и я вот смотрел недавно на те мероприятия, которые они проводят, и это действительно такой серьезный уровень для вообще этой сферы, потому что раньше такого не было. Поэтому да, но, конечно, это не в таком масштабе, как в Соединенных Штатах. Масштабы, конечно, намного меньше. Но тем не менее, если родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок развивался, то такая возможность в России есть. Другой вопрос, что он захочет сделать после того, как получит это образование, куда он пойдет. Он останется в России, станет специалистом, станет востребованным специалистом. Это, кстати, важный очень вопрос. Именно востребованности в России. Или он предпочтет уехать за рубеж для того, чтобы получить те цели и задачи, которые он для себя, в общем-то, определяет. Но, как правило, эти цели, они известны. Это обеспечить семью, встать на ноги и работать. Да. Что касается, опять же, детей. Интересно то, что действительно мой канал смотрят достаточно юные зрители. То есть это даже не 16-17 лет, а есть один парень. Я думаю, что он не единственный, но тем не менее, за которым я как-то наблюдаю за его успехами. Ему всего 10 лет. И он начал изучать программирование. Его вдохновляют видео в моем канале. Мне это очень приятно. Периодически его родители мне отписываются о том, какие у него успехи. И, собственно, вот те люди, которые меня смотрят, вероятно, у них там тоже есть дети, да, или это такие вот молодые ребята. Расскажи, может быть, более предметно о том, откуда вот им конкретно брать знания. Помимо, вот ты сказал, что ты занимался самообразованием. Может быть, какие-то источники самообразования можешь перечислить для детей? Ты знаешь, ну, не только самообразованием. Конечно, мне позволили в рамках Академии информационных систем повысить свою квалификацию в области аудита информационных технологий. Для детей сейчас очень много информации. Конечно, она несколько отличается от такой вот книжной, но на YouTube ее очень много. И это основной источник информации на сегодняшний момент. Потому что те книги, которые есть в продаже, многие из них, из этих книг, они уже устарели. Пока их выпустят, да, уже пример простой. Это языки программирования. Это Python, это Ruby. И JavaScript, он совершенно изменился. Он совершенно другой. Я начинал только заниматься им вот много лет назад. И он настолько был тяжелый. Он использовался в Macromedia Flash, когда мы как раз создавали контент в Кирилле Мефодии. Но сейчас это совершенно другой язык. Он тесно связан с HTML. Он прекрасно работает и никаких вопросов не возникает. Поэтому для таких ребят, которые интересуются программированием, я все-таки рекомендую получать информацию из YouTube как самого актуального источника информации на сегодняшний момент. Другого просто нет. Просто не существует. Как ты относишься к высшему образованию? Вот сейчас, когда очень много различных источников, особенно в индустрии IT, стоит ли вообще получать высшее образование? Да, конечно. Это как раз связано с тем, что ты сказал и о чем ты меня спросила. Что дает образование? Высшее образование и вообще самообразование. Оно позволяет не заучить даты, не просто в мозг вложить вот эту всю информацию. Смысл образования как раз в том, что ты учишься искать нужную информацию и, главное, правильно ее применять. То есть ты не просто классифицируешь информацию, которая нужна, но ты еще в нужный момент используешь ее для решения каких-то задач. Этому надо учиться, потому что среди огромнейшего массива информации как раз нужно уметь ее классифицировать. Нужно взять нужное, а что-то отбросить. Нужно взять что-то нужное для себя. И главное, как применить. То есть нужно применять правильно полученные знания. К сожалению, без высшего образования научиться этому нельзя. Поэтому есть дневное образование, есть вечернее. И можно порекомендовать учиться только на дневном, потому что ты полностью в этот процесс погружаешься, и тебя не отвлекает работа, и поэтому всегда ценятся специалисты, которые закончили дневное. Потому что они полностью, все их погружены в эту образовательную среду, ну вот как и здесь в Стэнфорде. То есть мы находимся среди красивой природы. Это тоже не просто так сделано. Ты погружаешься в эту учебную среду, и можешь, есть время для раздумий, можешь отдохнуть, можешь подумать. Это очень важно. Поэтому высшее образование – это очень важно. Даже если ты потом работаешь не по специальности. Всегда можно отличить в бизнесе особенно человека, имеющего образование или несколько образований, от людей, которые его не имеют. И это не определяется деньгами, это определяется в системе управления, определяется в том, как ты ведешь дела и какие способы ты используешь. Тут, конечно, вопрос эффективности, но это совершенно другое уже. Тем не менее, это позволяет улучшить качество сервиса и улучшить качество бизнес-процессов, если ты в бизнесе. Ну и в жизни то же самое. Что касается университетов, университетов в России, потому что, насколько я понимаю, все-таки ты эксперт в той области, не здесь пока. Университеты, мне кажется, основная их проблема – это инертность российских вузов. Я говорю сейчас, конечно же, об образовании в сфере IT. IT-индустрия – это такая очень быстро развивающаяся сфера, где все очень быстро меняется. Как ты сказал, даже книги иногда не имеют смысла писать, потому что пока ты напишешь, выпустишь, уже эта информация не актуальна. Университеты – это еще более медленная машина, бюрократическая. Поправь меня, если я не права в том, что, во-первых, преподаватели часто не имеют опыта работы в индустрии. Второе – это очень сложно менять что-то в преподавании, потому что есть бюрократический хвост, который постоянно нужно за собой тянуть, подписывать какие-то бумажки, изменения и прочее. Ты знаешь, я не считаю, что в российских вузах есть какая-то инертность. Фундаментальные знания всегда остаются фундаментальными знаниями, и не обязательно там что-то менять. Что касается, скажем так, бюрократических моментов, то да, они присутствуют, и, например, в России такая вот бюрократическая волокита, она мешает развитию, скажем, прогресса, потому что в этом плане американские вузы, несмотря на существующую бюрократию, все-таки лишены такой вот конъюнктурности в высшем образовании, как российское образование. И это очень мешает. Поэтому, еще раз повторюсь, фундаментальное образование, оно не инертно. Оно существует, и очень хорошо, что оно именно такое, какое оно есть. Потому что невозможно построить здание без фундамента. Если фундамент не залит, здание не построишь. Помимо того, что IT-индустрия меняется очень быстро, но и образование сейчас тоже очень быстро меняется, развивается. Поделись своими мыслями о том, какие изменения будут ждать сферу образования в будущем. Ты знаешь, я думаю, что очень много уйдет в онлайн. Примеры тому я даже могу сейчас привести. Это не реклама, просто я начал заниматься сам, дополнительно повышать свою квалификацию. Например, существует ресурс CodeAcademy.com. И это обучение программирования онлайн. И ты знаешь, у них очень хорошо выстроена методологическая база и методология. И это для тех как раз, кто хочет войти в сферу программирования и IT. И прекрасно подобранные курсы. Я думаю, что будущее как раз за онлайн-образованием, это даже не e-learning в том смысле, как мы его развивали в свое время. Это нечто другое. То есть здесь не присутствует интеграция, здесь просто сервис. То есть это сервисная услуга, которая позволяет тебе повысить квалификацию в кратчайшие сроки. Что касается университетов, они останутся. Это все равно, что вот как книга и электронные айпады или любые другие учебники. Они будут существовать параллельно. Твоя карьера имеет такую очень необычную траекторию, непрямую. Ты был учителем истории, потом ты ушел в IT, в информационную безопасность. Сейчас, я насколько знаю, ты занимаешься дизайном. Расскажи мне о том периоде, когда происходила эта трансформация из учителя истории в специалиста в области образования в IT и информационной безопасности. Спасибо за вопрос. Он очень непростой на самом деле и очень такой сложный. Дело в том, что когда я начинал работать учителем истории, моя зарплата на тот момент составляла 2500 рублей. Это в Москве? Это в Москве и Подмосковье. У меня было 52 часа. Я работал в нескольких школах, поступал в аспирантуру. И я плотно окунулся в систему образования. Очень плотно. Потому что я работал не только в Кирилле Мефодии дополнительно. Я работал в школе. И затем работал в издательстве. И очень тесно соприкоснулся с внутренней, скажем так, системой. Узнал очень многое и понял, что я не смогу раскрыть себя полностью в этой системе. Она после развала Советского Союза очень сильно деградировала. То есть это то, о чем мы сегодня много говорим. Очень было много коррупции. И низкие уровни оплаты труда. Невостребованность профессии. Потому что история даже на сегодняшний момент, она не является тем краеугольным камнем, как была раньше. Это основа гуманитарного знания. Даже, вот мы сегодня говорили, даже в MIT существует исторический факультет. Да, там история технологии. Но, тем не менее, сам факт. То есть истории и гуманитарному знанию уделяется очень много внимания. В России этого нет и даже до сих пор. Без гуманитарного знания не существует технологических открытий. Потому что история технологии, она содержится именно в истории, в подходах, в методологии. Поэтому, когда я соприкоснулся с миром IT и понял, что я могу применять свой опыт, образовательный опыт в сфере информационных технологий, мой выбор был сделан. Я понимал, что это будущее, это перспектива очень хорошая. И я решил уйти в эту сферу. Пошел, как я говорил уже, пошел на должность менеджера, начал с нуля. Для того, чтобы понять и войти, изучить сам предмет. К сожалению, мне это удалось с точки зрения менеджмента. То есть я не смог стать специалистом именно в области информационной безопасности. Полноценным, как это понимают специалисты. Но это позволило мне войти как специалистом в образовании и сертификации и создавать, скажем так, интересные программы. Одной из этих программ является обучение по стандарту Банка России в области информационной технологии, информационной безопасности. И я прошел сертификацию в Академию информационной системы, являюсь дополнительным аудитором информационной безопасности по стандарту Банка России. То есть этот процесс меня затянул, и, естественно, я начал развиваться, работать в этом направлении. Но так получилось, что когда меня этот, как я уже сказала, процесс затянул, я столкнулся снова с внутренней системой российской действительности. Пришлось в какой-то момент делать выбор, как дальше развиваться. И на тот момент мы работали по безопасности, создавали учебные курсы, интегрировали их и проводили консалтинг в области персональных данных. Это как раз федеральный закон номер 152 о персональных данных. Сегодня он всем известен очень хорошо. Так получилось, что в круг моих интересов попал дизайн. Это было, не скрою, связано и с историей компании Apple, Apple тоже. Но на самом деле причина была совершенно другая. Открытие дополнительной компании именно в этой сфере. Когда мы создавали контент, мне было очень интересно понять, как дизайн взаимодействует с реальной жизнью, и как технологии могут взаимодействовать с дизайном. В этом направлении Apple, как мировой лидер, продвинулся очень далеко. И поскольку это был не только прагматический интерес, но и как бы интерес внутренний, я позвонил всем своим друзьям, и мы заработали денег, и спросил, я хочу расшириться и создать что-то интересное, вложить в новую компанию. Вы будете со мной работать? Вокруг меня сложились как раз друзья, веб-дизайнеры, архитекторы. Но так появилась вторая компания, которая на сегодняшний момент является основной. Этот переход, он произошел плавно, постепенно, потому что экономическая составляющая в России ухудшалась. И для нас, и для меня стало очевидно, что дизайн, он стал более востребованным в России именно. Поэтому мы не закрыли окончательно это направление, но оно как-то у нас перешло во вторую, скажем, стадию, такого вяло текущего развития. Да, основное стало дизайн. Но мне хочется, конечно, вернуться в технологии, и сегодня мне приходится, скажем так, наверстывать упущенное. То есть я повышаю квалификацию свою для того, чтобы разбираться в теме, потому что я вижу, что для сферы дизайна сервисы и технологии очень важны. То есть для того, чтобы компания стала что-то из себя представлять, нужно разбираться в предмете вопроса. А для этого мы обязаны просто использовать современные технологии уже в этой работе. Поэтому приходится вникать в существующие новые технологии самостоятельно, прежде всего, чтобы понять, как они работают, ну а потом уже привлекать каких-то специалистов дополнительно, потому что если ты не понимаешь, как это работает, очень сложно реализовать проекты. Есть, в принципе, одна тема, ради которой я и хотела провести это интервью. Это тема утечки мозгов. Тема очень интересная, и действительно неоднократно попадались мне на глаза статьи, которые говорили о том, что сейчас эта тенденция только растет, что все больше высококвалифицированных специалистов уезжают на Запад в основном, реже куда-то в Азию. Да и, собственно, мой личный опыт показывает, что среди моих знакомых, которые работают в IT-индустрии, очень многие переезжают в Германию, очень многие переезжают в Голландию, в США, в Канаду. Опять же, я нашла статью, которая говорит о том, что сейчас каждый год уезжает 100 тысяч человек из России. Как ты можешь вообще это прокомментировать? То есть в чем причина? Это действительно очень важный вопрос. Статистика, которую я смотрел на сегодняшний момент, это за последние, наверное, года три, это около трех миллионов. Да, уехала. Но это, насколько я понимаю, здесь не включены люди, которые не являются специалистами, а просто которые уехали. То есть речь идет о специалистах. Это очень большая цифра, действительно большая, огромная. Это огромная. На самом деле, я считаю, что основная причина в самом устройстве политической власти. И это существенно влияет на работу специалистов в сфере информационных технологий, информационной безопасности. Действительно, помимо конъюнктуры, существует наследие Советского Союза. И это наследие, оно не позволяет реализовать творческий потенциал у человека. То есть не позволяет ему свободно высказать и действовать. Это то, что профессор MIT Дэвид Грэгкман сказал, что молоко без коровы. Действительно, сегодня политическим силам необходимо молоко без коровы. Им нужны технологии, но не гражданское общество и необходимая сопутствующая гражданская свобода. Это очень сложная тема для обсуждения, потому что без политического воли заявления, без свободы слова невозможно построить свободные технологии и позволить специалисту, тем более программисты являются не только востребованными специалистами, но самыми грамотными специалистами вообще в сфере этой элиты на сегодняшний момент любой страны мира, в которой так или иначе занимаются программными разработками. Я думаю, что дело в системе, которая подавляет свободу и не позволяет реализовать творческий потенциал. Это первое. А второе – это желание так или иначе в естественном углу госбюджета, когда любая идея, она просто отнимается или копируется и применяется в госструктурах, ставится с грифом «секретно», и тот человек, который привнес эту идею или разработал эту идею, по сути, становится ненужным для государственной структуры. Да. Такое происходило со мной, такое происходило со многими специалистами, когда вы разрабатываете какой-то методический контент, либо вы разрабатываете программную оболочку, либо вы разрабатываете действительно, проводите серьезные исследования, а затем пытаетесь, естественно, озвучить ее, прорекламировать. Вас медленно отодвигают от разработки этой идеи, и поскольку у вас, как правило, недостаточно финансирования или мало денег просто для реализации, она реализуется в другом месте, без вашего участия. Я знаю, в Америке этого нет. Конечно, в Ростуиде оно существует, но в рамках университетов, если мы посмотрим даже на Стэнфорд, наоборот, идеи культивируются, и те люди, которые создают что-то новое или придумают что-то новое, они реализуют свой потенциал даже в рамках университета. Поэтому здесь очень много аспектов, о которых не хочется даже говорить в силу определенных обстоятельств. Но еще есть и разница в том, что все-таки в России не существует такой практики частных университетов. То есть она есть, но это не элитно. То есть элитно учиться в государственном учреждении, в государственных вузах. Здесь вот мы сидим сейчас в Стэнфорде, опять же, университеты MIT, это все частные вузы, которые поддерживаются частным финансированием. И это дает тоже определенную свободу и задает такой конкурентный фундамент для и государственных вузов. Да, я соглашусь с тобой. Абсолютно точно подмечено. Действительно. Но Российская Федерация сформировалась всего лишь 20 лет назад, по сути. Еще раз мы знаем, что я родился в Советском Союзе. Да, то есть 20 лет назад Россия существовала, но я имею в виду, что Российская Федерация не существовала, поэтому у нас все впереди. Нам предстоит пройти тот путь, который Америка прошла в течение длительного времени, а мы должны пройти за очень короткий промежуток. Поэтому... Ну, в принципе, с образованием все понятно, но что касается вот компаний, бизнеса, почему наши компании так неконкурентоспособны на американском и на западном рынке? Ты знаешь, первый момент связан, конечно, с экономикой. И это важная составляющая. Дело в том, что когда ты ограничен в финансах, твои возможности тоже ограничены. Плюс основная задача любой компании в России на сегодняшний момент это получение прибыли. Но где ее взять? Если рынок, а рынок, например, информационных технологий он шире, а информационная безопасность, он очень маленький, где взять средства? Даже силиконовая долина развивалась благодаря государственным грантам и военным. На сегодняшний момент в России это тоже присутствует. и тоже есть. Но желающих много участвовать в различном роде проектов, но нет такого уровня масштаба в силу, опять-таки, скажем так, небольшого российского бюджета. Здесь мы должны поднять тему, что он может быть и большой, куда уходят деньги. Но вся экономика России построена на купи-продай. То есть берется нефть и продается за рубеж. Это самый эффективный способ на сегодняшний момент для России получения средств. Россия очень мало вкладывает в технологии. Если она даже вкладывает, то, как правило, это какие-то карманные предприятия, которые постоянно вертятся вокруг бюджета и участвуют в тендерах, опять-таки, с использованием коррупционных технологий. Поэтому, к сожалению, пока о свободе в этой сфере в том смысле, в каком мы понимаем, пока бизнес в России фактически не существует. 6% доходов в бюджет ничто по сравнению с миллиардами от нефтяных доходов. Инфрационная безопасность. Давай. Как эта область связана с программированием? Да, это хороший вопрос. Это очень тесная взаимосвязь. На сегодняшний момент мы используем языки программирования при создании сервисов и программ. Но язык программирования тоже писал человек. И та платформа, на которой он писал, это, как правило, C++, Unix, Vix, и машинный код. Мы не знаем, какие лазейки или какие ошибки существуют в самом языке программирования. Потому что, если мы смотрим, например, спецификации к языку, мы этого не видим. Вот я захожу, например, устанавливаю Python или Ruby, и мне дают рекомендации. А скачайте библиотеку. Ну, вот, например, там Rails или другие библиотеки. Кто их создал? Откуда они появились? На какой платформе они созданы? Ну, хорошо, даже если вы, да, вы прочитали, ответите на этот вопрос. Но исследования никто не проводил. Да, эти языки были созданы в рамках университетов. Но как раз информационная безопасность в основе своей в России не занимается исследованием этих вопросов. Поэтому это очень важный вопрос, в который хотелось бы залезть поглубже, но пока ответа на него нет. То есть, в этом случае я не нашел ответов на эти вопросы. И мне это очень интересно. Настоящая информационная безопасность сегодня в России преподается как теория. Ну, там, конкурентная разведка в интернете, да, основы информационной безопасности, стандарты безопасности, PCI-DLSS, это вот электронные визы, мастер-карты наши сейчас разрабатывают, крипто-про. существуют технологии, да, шифрования данных, существуют технологии безопасности, но в основе своей, когда мы берем операционные системы, когда мы берем языки программирования, нет таких курсов. Мы не знаем, что находится внутри языка. И настоящая информационная безопасность это как раз исследование этого языка и обеспечение безопасности предприятия или организации заключается в том, чтобы создавать свой язык безопасности. Но никто этому не учит. Нет такой информации на сегодняшний момент. Возможно, кто-то занимается этим, но среди образовательных учреждений я этого не нашел. То есть при программировании не изучают стандарты безопасности? Нет. Попробуй вбить даже на Ютубе информацию. везде как изучать тот или иной язык, но как обеспечивать безопасность той программы, которую ты написал. Мы используем, еще раз повторюсь, мы используем библиотеки как дополнение. Кто гарантирует их безопасность? Поэтому когда ребята учатся программированию, они учатся создавать программу, как, скажем, менеджер создает компанию. да, но в своей основе многие не знают, как она работает. Нет, то, что я написал код, я понимаю, что она так работает, но если мы опускаемся глубже на уровень машинного кода, то таких специалистов очень маленькое количество. к сожалению, они не преподают в открытом доступе, где мы можем реально узнать, а что же заложено в основу языка. И это сегодня главная проблема, потому что появляются квантовые компьютеры, квантовое программирование уже существует, IBM, например, создала квантовый компьютер, можно сколько угодно спорить, ну там, может быть, это эмуляция, но тем не менее, это существующие прототипы и существующие уже работающие технологии и по сути вся безопасность существующей основы на основе криптошифрования, да, она под угрозой, потому что квантовый компьютер это совершенно иной принцип работы и совершенно иной язык. Очень много вопросов в этой сфере, но возможно где-то в закрытых учреждениях конечно этому уделяют внимания много, но я в российских в российской сфере образования я этого не нашел. В твоей карьере явно выделяются три этапа. Мы это уже заметили, это образование, информационная безопасность и дизайн, о котором ты говорил. При этом они очень плавно друг к другу перетекают и помимо этого сплетаются. Вот ты говорил о том, что в дизайне занимаясь дизайном я правильно понимаю, что ты занимаешься дизайном интерьеров, да? Интерьеров это и веб-дизайн и дизайн интерьеров. Основная сфера, да, дизайн интерьеров. И уже опять же ты касался, что при том, что ты занимаешься дизайном, все равно тебе нужно, чтобы быть конкретно способным, тебе нужно знать технологии. Расскажи о том, какие конкретные технологии проникают в дизайн. Да, смотри. Я открывал компанию в 2011 году, и кроме ужасного AutoCAD и ArchiCAD ничего не было. Почему ужасного? Эти программы не позволяют быстро и эффективно сделать проект. Буквально года 3-4 назад появился SketchUp для проектирования, в котором мы сейчас активно работаем. ArchiCAD очень сильно изменился. Это изменение произошло в движке и в системе визуального оформления для пользователя. То есть изменился подход к созданию проекта. Он стал настолько совершенен, что, например, если раньше в AutoCAD я должен был сделать проект, и я тратил на это 3-4 часа времени, то на сегодняшний момент, работая в SketchUp, я могу это сделать за полчаса. Эффективность настолько возросла, согласись. И когда мы создаем проект, уже зная особенности программы, и уже зная, что я могу спланировать время, я могу распределить ресурсы, я могу, конечно, сэкономить. А это очень важно для бизнеса. Когда мы распределяем ресурсы, мы знаем, в какой срок мы должны сделать проект, мы сокращаем время создания проекта, мы его делаем качественно, и мы можем подготовить его быстрее намеченного срока. Это как раз те новые технологии, которые применяются в компьютерном моделировании, в 3D. Конечно, это связано и с дополненной реальностью, и с тем, что сегодня развивает Microsoft, Apple, как передовые стахановцы производства, можно сказать. То есть это, конечно, улучшает и убыстряет качество работы. Поэтому за технологиями мы следим очень внимательно, и я слежу очень внимательно, потому что они позволяют сделать быстрее то, что раньше мы делали дольше, и это у нас занимало больше времени, и иногда работа была менее качественная. Например, сегодня рендер нашего изделия мы можем сделать за 2 дня, может быть, даже за сутки. Вот мы сдавали проект недавно, и мы очень быстро, нас попросили переделать привязку к месту, мы делали, и мы очень быстро это сделали. Многие знакомы с этими программами, но они появились недавно. То есть я имею в виду, в частности, вот скетча, в котором мы работаем. Поэтому технологии очень улучшают нашу производительность труда. Это здорово. Опять же, IT, дизайн и образование. Что дальше? Какие мысли на будущую карьеру? Я вообще хотел вернуться в образование. Сегодня, если говорить обо мне, я накопил достаточный опыт, чтобы передавать его другим. И, скажем так, в силу многих обстоятельств мне всегда по душе была моя основная профессия и специальность. Поэтому следующее, возможно, открытие школы. Но не связано с программированием, потому что сегодня их очень много. Это как раз связано с технологиями и дизайном. Возможно, в будущем мы сможем подойти к более сложным вещам, сможем создавать материалы и моделировать их для работы уже в космосе. Да, есть такие мысли. Амбициозные планы. Амбициозные планы. Есть такой момент, да. Но дизайн, он очень тесно связан с реальной жизнью и с технологиями. И прежде чем даже, чтобы создать Тесла-автомобиль или создать, как SpaceX создает ракеты, все это происходит на компьютере, да. То есть инженеры рассчитывают, моделируют, создают, проводят математические расчеты, только после этого запускают в тестовое производство, экспериментируют. И далее по нарастающей, то есть уже возвращается все это в производственную цепочку, исправляется. Примерно такая же технология у нас. Только у нас это происходит не в глобальных масштабах, да, а в таких более скромных. Но я бы хотел, чтобы это переросло в нечто большее. То есть чтобы дизайн и мое умение создавать и проектировать, и ребят, с которыми я работаю, оно позволило нам сделать вот этот шаг в технологическую компанию. И, конечно, образование является важным этапом на этом пути. Здорово. Спасибо, что ты дал нам такой другой взгляд, который у меня еще не было на канале, на образование, на информационную безопасность, на дизайн, за то, чтобы мы с тобой обсудили такую важную тему, как утечка мозгов из России. Спасибо за то, что ты пригласила меня, и я смог встретиться и интересно поговорить. Спасибо еще раз. Спасибо. Желаю тебе, чтобы обязательно все твои планы исполнились. Спасибо. И я надеюсь, что многие вдохновятся твоей историей и станут как-то мыслить более критически, более глубоко. Спасибо тебе за это. Спасибо, Вика. Субтитры сделал DimaTorzok